Здравствуйте, дорогие зрители! Кончились наши летние каникулы, и наша маленькая команда надыхалась от души. Ну а теперь пора и поработать. Сообщить вам разнообразные новости о наших латинских любильцах. Начнем мы с новостей приятных, с помолвок и свадеб, как всегда. Маурисио Учман и Айслен Дербис решили пожениться. Предложение было сделано публично во время радиопередач «Эль Шоу де Пиолин». Маурисио спросил Айслен «Любовь моя, ты хочешь выйти за меня замуж?» И упал на колени, на что Айслен, практически не задумываясь, ответила «Да». Красивая история, не так ли? И хотя в прошлом у Маурисио было много всякого, в том числе и реабилитация в наркологической клинике в 2006 году, все кажется теперь в порядке. И с работой, и с личной жизнью. Ну, несмотря на некоторые неприятности, правду говорят, что прошлое имеет свойство догонять человека. И теперь телевиза практически подвергла Маурисио вето из-за той давней истории с наркотиками. Ну и как следовало ожидать, Айслен и ее отец, Элхенио Дербис, выступили в защиту Учмана. Элхенио сказал, что знает Маурисио уже год и ни разу ничего предосудительного не видел с его стороны и считает его идеальным женихом для его любимой дочери. Он подчеркнул, что не только никаких наркотиков и спиртного-то он не видел в руках у будущего мужа своей дочки. Ну, поверим, Элхенио. Тем более тут всплыла еще очень такая история из его прошлого, из прошлого Маурисио в моем время веду, которая очень многое в его жизни объясняет. Оказывается, он приемный ребенок в семье, и он всегда это знал. Он сам сказал, что знал об этом с достаточно раннего возраста. Он даже не помнит, кто ему об этом сказал. И вот когда он стал более-менее взрослым, он обратился в агентство по усыновлению в поисках своей настоящей матери и обнаружил, что она не только его никогда не искала и не интересовалась, но даже, в общем, и, ну, получилось так, что, в общем, она его маленьким оставила, и все, с тех пор пропала, растворилась где-то в просторах. И, как бы, ребенок ее больше не интересовал. Он говорит, что с тех пор он стал себе и отцом, и матерью, и всем на свете, он стал для себя тем взрослым, который ответственен за его жизнь. Ну, вы можете спросить, а как же живет его бывшая невеста? Бегония Нарвайд. Да все у нее хорошо. Сейчас у Бегонии бурный роман с Арапом Бетке. Они, естественно, познакомились во время работы. А где же еще актером знакомиться? И очень сблизились. Арап в недавнем интервью сказал, что у них очень много общего, и Бегония чрезвычайно интересный человек. Ну, главное, что никто не в обиде, так что дай им всем Бог. Сара Молдонада выходит замуж за архитектора Алекандра Гутереса. Они поддерживают близкие отношения уже два года. По всей видимости, Алекандру помог Саре забыть ее предыдущий, чрезвычайно неудачный брак, в результате которого у нее появились нешуточные проблемы с алкоголем. Об этом писали много и со вкусом. Если вы поднимете мексиканскую прессу где-нибудь лет за пять, то найдете очень много всякого разного, что про Сару писали. Ну, вот уже два года она пищи для сплетен не дает, так что спасибо ее женику. А, и кстати, она сама говорила, что замуж она не хочет. Это было буквально, может быть, полтора года назад, а теперь посмотрите, как все волшебно переменилось. Ну, очень хорошо. Довольно странная история произошла с Хорхи Монхи Лопесом. Это жених Лорены Рохас, актриса, которая безвременно нас покинула. Вы знаете, что у Лорены были с ним очень близкие отношения, Хорхи даже делал ее предложение. Во время театрального представления у него маленький свой театрик, он дает такие микроскопические представления на 15-20 минут. И вот во время этого представления Хорхи сделала Лорене предложение. Она его с благодарностью приняла. Так вот, издание ТВ и Новеллос обнаружила достаточно странную вещь. В документах о смерти Лорены записано, что она разведена. Но в то же время существует свидетельство о браке, которое было заключено буквально за два дня до ее смерти. Следовательно, испанец сейчас является законным наследником Лорены и может претендовать на опекунство над маленькой Лусяной, ее приемной дочерью. И вот тут-то и начинается. Сама Лорена хотела, чтобы Лусяна воспитывалась в доме ее сестры Майры. Майра Рохас на эту тему говорить не хочет. Она вообще не хочет говорить о Хорхе. И ясно дает понять, что он ей активно не нравится. И что-то подсказывает нам, что это далеко не конец выяснения отношений. И очень хочется, чтобы всем участникам этой истории хватило ума и так-то не выносить все это на публику. Развелся с женой Пабло Азар. Что послужило причиной, не вполне ясно. Пабло уверяет, что никого третьего и в помине не было. Просто не сошлись характером и все такое. Опять же, работы много. Не до семьи. Ну, что, очень жаль, красивая была пара. Ну, а теперь новости одна другой хуже. Венесуэла. Мы уже начали привыкать к тому, что там разгул преступности. И вот, опять же, новость из этой серии. Убит отчим Рикардо Аламу. Бандиты вторглись в дом с целью грабежа. И несколькими ударами ножа убили 67-летнего человека. Дом находится почти в центре Каракаса. Не на окраине, заметьте. Где по определению должно быть опасно. Сами подумайте, как там дела обстоят с преступностью. Матери Рикардо, по счастью, в тот момент дома не было. А сам Рикардо уже давным-давно живет в Майами. Похоже, что в этой стране не только на улице очень опасно, но и стены дома уже не спасают. Вооруженные банды просто врываются в дома побогаче и грабят их. Но не только Венесуэла является небезопасным местом для жизни. Мексика в этом смысле тоже не подарок. Вот недавний случай. 19-летний молочек напал на актера Хуана Феррао, который ехал на своем автомобиле. Движение в Мехико очень интенсивное. Машина застряла в пробке. Этим и воспользовался юноша по имени Саул Дорантес Гарсия. Он выхватил из рук сеньора Феррао телефон и сбежал. Актеру повезло, что поблизости был полицейский патруль, который быстро догнал парня и арестовал его. Оказывается, у парнишки это уже не первый привод, поэтому сейчас он имеет возможность присесть надолго. Ну, не всегда так удачно получается. Вот Хорхе Аравена, например, расстался не только с телефоном, но и с бумажником, потому что на него наставили дуло пистолет и сказали, отдавай все, иначе твоим детям не поздоровятся. А дети были в машине. Рафельо Герра находится в очень непростой ситуации сейчас. Вы знаете, что он долгое время боролся с болезнью Альцгеймера. Из больницы его выписали, и буквально через очень короткое время он снова туда попал. На этот раз в реанимацию с сильнейшими головными болями. Скорее всего, там проблема с мозговым кровообращением. Но главное даже не в этом, а в том, что у семьи нет ни денег, ни сил за ним ухаживать. Ну, спасибо, конечно, от стеки, что довели старика до такого состояния своими идиотскими исками, что практически заблокировали ему возможность заработать. Скорее всего, что все деньги, которые у него были и у его семьи, ушли на суды адвокатов. Они даже пытались у него имя отобрать. Сказали, что это наш, так сказать, торговый знак Рухелио Герра. И Рухелио даже говорил, что будет выступать под другим именем. Ну, вот, судебные тяжбы разрешились более-менее удачно. Ну, а теперь, пожалуйста. Ну, и семья как бы странно себя ведет, согласитесь. Осведомленные источники сообщают, что близкие просто отказываются ухаживать за стариком. Типа нет у них времени на это дело. Естественно, что эти слухи нуждаются в подтверждении, но звучит это все очень как-то странно и неприятно. Хотя, чем удивляться? Вот недавний случай был. Ингрид Каранада, очень известная актриса, бросила своего супруга Ферра Дель Солара, когда у него обнаружили рак. С тех пор о ней он ничего слышать не желает и правильно делает. А Ингрид пресса и публика подвергла обструкции. Ну, а что? Каждый должен платить по счетам. На сегодня все. Следующая программа ровно через неделю. Будет интересно, это мы гарантируем. И будет слегка повеселее. Можете нам поверить. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.